Когда социальные слои, которые испытывают какие-то проблемы, переносят свои беды на плечи других, в основном и народцев, это в чистом виде такая фашизоидная матрица поведения. Власть впервые столкнулась с бунтом социально близких слоев. В этом, собственно, главная проблема берелевских событий, которую мы назвали Берелеволюцией, по аналогии с Фейсбук-революцией. Очень симптоматично то обстоятельство, что власть в тот же день, когда происходили события, тут же вбросила тезис через свой интернет по поводу того, что Берелево — это продолжение Болотной, с попыткой объединить вот эти два явления, которые имеют совершенно разную природу. Болотная, во-первых, это совершенно другой социальный состав, это люди образованные, это городской средний класс. В Берелево мы имели совершенно другую картину, это депрессивный московский регион, где проживают социальные слои немножко другие. Вряд ли это можно назвать средним классом, образованным классом и так далее. Это было видно по толпе. В протестах на Болотной площади, в условной Болотной площади, поскольку протестов, естественно, было больше, участвовали люди, у которых была совершенно четкая мотивация. Эта мотивация своя сэкотическому протесту против нечастности властей, просто этот протест по ходу дела политизировался. Здесь мотивация совершенно другая, она абсолютно ксенофобская. В принципе, с некоторой натяжкой аккуратно можно было бы назвать некоторых участников даже фашистами и мотивацию эту самую фашистской. Когда социальные слои, которые испытывают какие-то проблемы, переносят свои беды на плечи других, в основном и народцев, это в чистом виде такая фашизорная матрица поведения. Поэтому сравнивать эти два явления, в принципе, нельзя. Поэтому вполне объясним испуг власти. Все-таки, когда ты имеешь дело с какой-то там интеллигенцией золотушной, которая выходит на митинге, это одно. А когда ты с людьми, которые являются твоим ядерным электоратом, на самом деле, в этом районе действительно голосовали за власть на выборах всех уровней, включая выборы московского мэра. Так вот, когда ты сталкиваешься с протестом собственного электората, это совершенно другая ситуация. Власть всегда считала, что национализм управляем. Больше того, умеренный национализм был частью государственной идеологии и остается ею. Так вот, эти события показывают, что национализмом управлять в принципе нельзя. Он в некоторых ситуациях полностью выходит из-под контроля. И тогда их власти электорат начинает бить их власти ОМОН. И ситуация становится для руководства страны, руководства города совершенно разбалансированной, неуправляемой. И такие случаи, я думаю, во-первых, уже имели место и в Москве, и в Петербурге, и в Саратове только за сентябрь. И такие случаи будут повторяться. Это просто наиболее характерный из них, наиболее кровавый, наиболее массовый. А так, в принципе, ничего нового в подобного рода народных сходах и антимигрантской истерии соответствующих социальных слоев нет. О том, как это выглядело в Бирюлево, расскажут наши коллеги, которые там были. У Бирюлево были вовсе не одни фашисты, было немало адекватных людей, здравомыслящих, местных, которые в сторонке тихонько обсуждали, что проблема-то не в самих мигрантах, а в тех, кто в доле, то есть ФМС, полиция, работодатели. И в этом была как раз новизна, по словам Александра Верховского, директора Центра САВА, который занимается изучением ксенофобских настроений и преступлений. Потому что доля участия местных в этом конфликте была гораздо выше, чем во всех предыдущих погромах и конфликтах в Москве, которые организовывали во многом сплоченные группы националистов. В конец воскресенья 13-го числа у торгового центра Бирюза оставались уже исключительно неадекватные люди, в основном агрессивные националисты, которые закидывали ОМОН бутылками стеклянными, перекрывали улицы, активно позировали журналистские камеры, пытались попасть в огромное количество объективов, и многие даже не закрывали лица шарфами, не прятались. В какой-то момент они полностью переградили улицу рядом с торговым центром и бросились в рассыпную только тогда, когда цепочка ОМОНа пошла, в общем-то, на зачистку. Но это тоже не остановило людей. В конечном итоге задержано в тот день было около 380 человек. Сейчас суд оштрафовал порядка 17 из них, но суды будут также продолжаться. В тот момент в воздухе около торгового центра Бирюза стоял запах перегара. Огромное количество нетрезвых людей. Были, конечно, и местные жители, не только приезжие националисты. Местные жители иногда выходили в тапочках и халатах. Но на удивление даже пожилые люди, которые участвовали в этом протесте, порой демонстрировали неадекватное поведение. Поначалу ОМОНовцы действовали, как это стандартно предвидено, на акциях врывались в толпу, выхватывали несколько людей, отправляли в автозак. Насилие применялось крайне редко. Я лично видела только два случая, когда действительно били дубинками при задержании. В обоих случаях активисты действительно пытались вырываться, бежать и сопротивляться. В конце ОМОН действовал странно. Это оценили многие журналисты, которые пришли туда. Просто подходил к мирно стоящим людям и молча уводил их в автозак. Приблизительно к 12 часам территория у торгового центра была полностью зачищена.